Мир вам, уважаемые друзья, дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Псих.Фарм.ТВ, который всегда на вашей стороне, благодаря нашей эмбрии, нашему девизу «За воживых оплакив мертвых, разбивая молнии», мы сегодня будем говорить о полезных психических расстройствах. Мы продолжаем цикл выступлений, цикл роликов о полезных психических расстройствах, потому что многие думают, что психические расстройства – это обязательно плохо. Это не так. Многие психические расстройства помогают пациентам с психическими расстройствами жить. И сегодня мы будем говорить о пользе истерии. В принципе, это, конечно, не истерия, а истерическое расстройство личности в МКБ-10. Вот здесь перечислены различные критерии этого истерического расстройства личности. И первый критерий – это самодраматизация и преувеличенное выражение эмоций. Ничто вам это не напоминает? Не напоминает? Конечно, напоминает. Игра-драматизация. Вот в детском саду, в школе нас все время заставляли что-то играть и что-то драматизировать. Некоторым из нас эти роли удавались очень хорошо, а некоторым – плохо. И удавались они хорошо, как правило, людям, страдающим истерическим расстройством личности. Вот они очень хорошо драматизировали, они очень хорошо играли. Следующий признак – внушаемость, подверженность влиянию окружающих или обстоятельств. Вот это очень и очень тоже важный признак, который говорит о том, что у актера, и вообще этот человек является актером, и он способный актер. Обратите, пожалуйста, внимание, актером всегда управляет режиссер. И актер всегда должен быть внушаемым, он всегда должен слушать режиссера. Ибо если он режиссера слушать не будет, то возникнет конфликт, и такого актера никто никогда не захочет снимать. Так что еще один признак актерского мастерства. Следующий признак – это поверхностность и лоббильность эмоций, эмоциональности человека. Тоже очень важный признак актерского мастерства, потому что актеру за свою карьеру приходится играть самые разные роли и выживаться в самые разные роли. Представьте себе, если у вас эмоции длительные, неповерхностные, которые очень и очень сильны, вам будет очень и очень сложно перевоплощаться. А актеру перевоплощаться очень и очень легко, именно поэтому он и является актером в отличие от нас. Так что еще один признак актерского искусства. Следующий признак – это возбужденность, стремление к признанию со стороны окружающих и к деятельности, при которой субъект находится как бы в центре внимания. Но тут еще один признак актерского искусства. Посмотрите на вручение каких-либо премий, Оскара, Глобуса. В общем, вы увидите там вот такие лица, которые встают, приветствуют какого-нибудь актера, и тому это очень и очень нравится. То есть это действительно просто настоящая жизнь актера. Следующий признак – это, конечно, неадекватная областительность во внешнем виде и поведении. Но тут еще перед нами еще один признак настоящего актера, который должен привлекать внимание, который должен соблазнять своих зрителей. То есть перед нами на самом деле, если ты обладаешь такими способностями, то это будет стопроцентная польза для твоей актерской карьеры. Ну и последний признак – чрезмерная озабоченность физической привлекательностью. Здесь тоже, конечно, это настоящий актерский признак, потому что он должен содержать свое физическое тело. То, с чем он работает, то, что он показывает людям, конечно же, в наилучшем состоянии. Так что, подводя итог, истерия – это, конечно, настоящее актерское искусство. И настоящий истерик, он, конечно, является актером. И, конечно, чем больше истерии, тем более великий актер. Хороший актер всегда страдает истерическим расстройством личности, и это ему помогает в карьере. Стало быть, ученые и психиатры задумались, если позеры вообще на самом деле повсюду, зачем тогда истерию считать психическим расстройством, если истерия помогает человеку, если она помогает двигаться по карьерной лестнице. Ведь психическое расстройство должно плохо влиять на тонную расстройство, оно должно мучить человека, человек должен страдать, а здесь все наоборот. Человек становится более и более эффективным. Ну и поэтому из МКБ-10 истерия и истерические расстройства в этом плане, они были убраны. То есть, там, конечно, будет расстройство личности, но в этом расстройстве личности никаких истерических черт нет. Основные признаки, которые могут быть, это негативная эффективность, отстраненность, дистанциальность, расторможенность, анонскостия, граничный патент. Здесь нет ничего истерического. Прощай истерия. Истерия становится с переходом на МКБ-11, становится, конечно же, уже нормой, и я бы сказал, нормой актерского мастерства. Но сейчас является психическим расстройством. Поэтому, если вы страдаете истерическим расстройством личности, помните, пожалуйста, что через некоторое время вы станете психически здоровым. Во-вторых, даже сейчас ваше расстройство, оно приносит вам пользу, гораздо больше пользы, чем вреда, если вы, конечно, займетесь правильным делом. Но ведь не обязательно быть актером, чтобы использовать актерское собственное мастерство. Актерское мастерство может потребоваться абсолютно на любой работе. И человек, который обладает этим актерским мастерством, он, конечно, может спокойно продвигаться по службе и по карьерной лестнице. Как всегда, в конце нашего ролика я вас прошу, пожалуйста, распространяйте это видео. Пустите это видео, потому что многие думают, что мы только пугаем. Нет. И ободряем многих. Мы говорим о том, какие бывают полезные психические расстройства. Пишите комменты, ставьте лайки, становитесь спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании вы найдете реквизитный счет. До новых встреч.